Дорогие друзья, братья и сестры, сердечно рад всех приветствовать. Друзья, я хотел бы зачитать текст Писания, на котором будут основаны некоторые мысли и рассуждения. Он записан 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Текст будет всего лишь один, и он довольно-таки всегда на слуху и очень простой. Очень часто этот текст пишется на стенах дома молитвы, ну внутри имею в виду. Пишется напротив стола нашего, где мы всей семьей обедаем, кушаем, собираемся все вместе. И очень часто он у нас перед глазами. Друзья, я хотел бы его зачитать и некоторые мысли свои сказать. Итак, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Друзья, текст очень короткий, но некоторые мысли, о которых я всегда думаю, когда читаю этот текст, они приводят меня в постоянное смущение. Ну, здесь написано, за все благодарите. Ну, неужели автор имеет в виду настолько обширную часть моей жизни, что я в каждой ситуации, в каждом тяжелом обстоятельстве должен благодарить Бога? Друзья, ну и кто-то прочитает этот текст и подумает. Апостол Павел, ну ты писал это послание, наверное, у тебя в жизни было, ну как минимум, все хорошо. Потому что ты говоришь, за все благодарите. Ну, наверное, тебе было легко благодарить. Друзья, интересно, что далеко было не так. В его жизни были огромные трудности, были сложности, когда он не знал, что делать. Ну, допустим, братья и сестры, ситуация, когда апостол Павел терпит кораблекрушение вместе с другими узниками и воинами Римской империи. 276 человек на корабле, 14 дней уже вот эта тяжелая ситуация, шторм на море. Но апостол Павел, написано, возблагодарив, ободрил всех, которые там находились, разломил хлеб, раздал и сам начал кушать, и других всех ободрил. Другие братья и сестры, откуда это у него? Казалось бы, в самой неуместной ситуации вдруг у него благодарность Богу. А вторая ситуация, когда апостол Павел, уже подходя к Риму, это уже пригород Рима был, Апиевой гостиницы, и вот он подходит, и написано, увидел братьев издалека. Ну, где-то, когда-то встречались, возможно, делили радость Христову. Увидел братьев, и написано, возрадовалось сердце, и он возблагодарил Бога и ободрился. Дорогие друзья, его вели на казнь. Вот через время он должен был предстать перед судом Кесаря. Ну, а Кесарь такой очень человек жестокий, человек, ну, жизнь человеческая, для которого ничего не стоит. Ну, и по некоторым данным, что апостола Павла именно там и предали суду на казнь смертную. Друзья, он это, в принципе, знает, предполагает, что так будет, идет туда. Ну, состояние его трудно писать, я не знаю, грустил ли он, унывал или еще что-то было. Но написано, когда увидел братьев, возблагодарил Бога и ободрился. Друзья, его жизнь является примером благодарности для каждого человека, для каждого христианина. Речь не идет даже о людях мирских. Как бы ситуация, ситуация, как бы здесь апостол Павел обращается к верующим, к христианам. Вы за все благодарите. Бывает, не знаю, замечали, нет, но где-то вот с человеком повстречаешься, ну, какое-то добро сделал. Ну, а он, может быть, в силу каких-то обстоятельств или трудностей, ну, как-то очень сухо, с таким лицом, может быть, огорченным скажет, ну, спасибо, все, спасибо. Ну, ты догонишь его, может, обижен или что-то я не додал, может быть. Точно все хорошо, точно ты доволен. Да-да-да, все, спасибо, все хорошо, ну, теперь улыбнется. С таким лицом, что, ну, непонятно, то ли поблагодарил он меня, то ли я ему, наоборот, зло сделал через это добро. Друзья, ну, и апостол Павел не обращается к мирским людям, говоря, вы за все благодарите. Он к христианам. Ваша задача ежедневная – быть благодарными за все. Друзья, легко ли это? Я недавно такую иллюстрацию смотрел. Вот мы, допустим, вот насколько жизнь наша изменилась, цивилизация подталкивает к тому, что нужно больше, больше, больше всего. Вот мы уже не удовлетворены тем, что, допустим, на обед у нас только-только гречка, да? Вот просто гречка непосоленная, свареная там и все. Нужно обязательно ее посолить. Неплохо было бы соус какой-то использовать, приправы какие-то, специи. Ну, было бы хорошо, если бы еще было бы мясо, да, или котлета какая-то. Ну, что-то, чтобы было. Ну, и на этом все не заканчивается. И запить все еще каким-нибудь вкусным соком. Вот настолько жизнь как бы так устроена, что нужны новые-новые стимулы. Кажется, вот того, что то, что есть, его мало, надо больше, больше. Ну, а написано в притчах, что у ненасытимости две дочери. Давай, давай, давай. Чем больше будет, тем больше еще хочется. И в этой ситуации быть благодарными очень трудно. Друзья, апостол Павел обращается, за все благодарите. Вот, когда человек сталкивается с проблемами какими-то в жизни, у него две модели поведения. Вот две модели, как он может отреагировать на возникшую проблему. Первое – это беспокойство. Ой, что произошло, как быть, что-то не то, какой-то страх, тревога, как все плохо кто-то скажет, вот это ничего себе. Это вот первая модель. А вторая – быть благодарным. Воздать благодарение Богу за эту проблему. Дорогие друзья, я думаю, что немногие идут вот этим путем, когда сталкиваются с какими-либо переживаниями или проблемами, сразу идут к Богу с благодарностью. Скорее всего, первичные чувства – это беспокойство, это тревога, это непонимание, что происходит. Дорогие друзья, однажды один человек, он написал книгу, «Мы не учимся ничему», такую историю написал. Он как-то шел в темном переулке, ну, освещения никакого, и район такой неблагонадежный, небезопасный. И вот в этом темном переулке человек ни с того ни всего ударил его ножом в горло. Ну, я не знаю, что он преследовал, но этот человек чудом остался жив. И вот он лежит уже в реанимации, там весь в трубках, за него дышит аппарат, там поддерживается как-то его дыхание, жизнь. Но он улыбается, к нему подходят, он счастливый. Ну, говорят, ну, в твоем-то положении быть счастливым, ну, что может быть еще хуже, когда ты вот, жизнь висела на волоске, а ты кое-кое-как остался в живых. И этот человек говорит, что целый год на протяжении всего будущего года он был счастлив, как никогда, потому что счастье быть живым перекрывало счастье скорой гибели. Дорогие друзья, и вот он пишет, что неужели нам так трудно в этих обычных обстоятельствах быть счастливыми? Нужно испытать что-то тяжелое, чтобы потом, наконец, вернуться в это состояние, когда, Господи, благодарю Тебя за все. Воздать благодарность за мелочи жизни. Дорогие друзья, так что же такое благодарность? Вот в нашем обыденном понимании это словесное, да, что-то поблагодарили, сделали добро, я поблагодарил, все. Мы как бы с человеком, как будто бы в расчете, он мне добро сделал, ну, а я поблагодарил его, ну, и он этим доволен, и я. Друзья, а вот такое свойство, как деятельная благодарность, то есть, что это значит, действие признательности или дела признательности, когда мне сделали какое-то добро или не обязательно добро, а я, в свою очередь, хочу отблагодарить человека и делаю для него дело благодарности. Дорогие друзья, вот у нас очень бывают фантазии на то, как бы заработать огромные или как бы там что-то сотворить в своей жизни, построить, что-то осуществить, очень хорошо работают. А я вот так подумал, думаю, как бы вот мне научиться, вот когда готовился, думаю, Господи, ну почему у меня вот фантазия моя не работает на то, чтобы отблагодарить, как-то дело благодарности придумать, чтобы, допустим, человек, который оказал добро, отблагодарить его достойно. Или Господу благодарность какую-то, да, ты меня спас, я абсолютно в это верю, понятно, что только твоим спасением я живу, я не могу его заработать своими делами, нет. Но чуточку благодарности, вот то, что в сердце моем возрождается, когда я думаю о тебе, сделать для тебя, дорогие друзья. Итак, благодарность — это позитивное чувство. Испытывая благодарность, человек перестаёт концентрироваться на себе, обращает внимание на других людей. Или очень, может быть, простое определение — это признательность за оказанное добро. Дорогие друзья, как отрицательный случай, я хотел бы привести пример из жизни народа израильского. Вот когда они только что вышли из земли египетской, из дома рабства, обстановка была тяжёлая, Египет их постоянно угнетал, они были там рабами, тяжёлая работа, скудное питание. И вот, наконец, это случилось. Они вышли из земли египетской всем домом, всем родством, всем народом. И идут один день, два, три недели, уже месяц идут. И 45-й день их странствования по пустыне. Видимо, голод, видимо, жажда постоянная, видимо, вот эта постоянная обстановка неопределённости, она вынудила их на ропот. Они стали роптать на Моисея, на Аарона и на Бога. И вот интересно, Бог говорит Моисею, что раз этот народ возроптал, будет им мясо, будет им всё, что они хотят. Ну, они говорили, что даже в Египте, в доме рабства мы ели мясо. Ну, неужели нам там было не лучше умереть? И такие слова начали использовать. Как бы, какая там земля обетованная? Нам сейчас плохо. Друзья, и это сильно огорчило Бога. Он послал им мясо. Написано, очень много было мяса вокруг стана израильского. Хлеб, манна с неба. А после, через время какое-то, народ успокоился, всё, они даже каялись там за этот ропот. И вот они идут дальше. И наступает время, когда опять нет воды. Вот они идут, а воды нету, ни реки какой-то, ни источника, вообще ничего. И запасы исчезли. И опять начался ропот. Кажется, ну, разве не извлекли ничего из того, что уже было, что этим поведением огорчаем Бога? Ничего не извлекли. Опять ропот, и может быть даже ещё хуже, чем было до этого. Дорогие братья и сёстры, И вот это поведение, это как один из вариантов, когда сталкиваемся мы с какими-либо проблемами, с какими-то духовными переживаниями. Или я благодарен Богу за то, что со мной происходит, и извлекаю пользу. Или второе, это ропот, это недовольство, это тревога, это беспокойство. Друзья, ну, неужели бы, если бы народ израильский не обратился к Богу и не попросил у Него воды без ропота, но с благодарностью, неужели бы Бог им не дал этого? У меня такое ощущение, что вот вторая ситуация, когда не было воды, как будто бы Господь специально это допустил, чтобы исследовать, произошли ли там изменения в жизни этого народа. А источники его воды всегда были рядом. Моисей ударил только по скале, и вода потекла. Все было рядом, но ропот был ужасный. Дорогие друзья, итак, воля Божья, чтобы мы за все благодарили. Вот, как бы нам, как бы хотелось, чтобы, если мы читаем, что воля Божья по этому вопросу, воля Божья по этому вопросу, чтобы мы понимали, что если Господь так хочет, в Его воле благо для меня. Дорогие братья и сестры, по некоторым только вопросам Господь обозначил свою волю в Библии. Ну, написано, за все благодарите, ибо такова у вас есть воля Божья во Христе Иисусе. Или воля Божья есть освящение ваше, заповеди, которые мы как бы исполняем и понимаем, что это воля Божья. Но, допустим, место жительства, вопрос, не описан. Вот, где жить? Тут, или в другом, либо в каком-то другом месте? Не описано, есть воля Божья на это или нет. Друзья, но по конкретным вопросам, таким как освящение, быть благодарным, и Его заповеди, Бог обозначил свою волю. Его воля в том, чтобы мы за все благодарили. Друзья, а Его воля – это благо для нас. Третья мысль, которую я хотел бы сказать, если я живу в исполнении Его воли, то это путь к истинной радости. За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе, и это путь к истинной радости. Друзья, недавно читал одну книгу, светский автор пишет там, написал книгу, «Ну вот я читаю», и вот первая мысль, которую он доносит до читателей, то, что благодарность есть самый твердый и настоящий шаг к достижению истинного счастья. Ну, он всячески это аргументирует, приводит примеры. Друзья, до этого дошел светский автор, светский психолог. А нам в Библии еще две тысячи лет назад апостол Павел обращается, друзья, христиане, вы за все благодарите, ибо в этом для вас воля Божия, а если воля Божия, значит, в этом благо и в этом радость. Дорогие друзья, однажды, вот совсем недавно читал ту же историю одну, когда один психотерапевт решил провести эксперимент в своей клинике, и он для тяжелых депрессивных больных придумал такой метод. когда он на протяжении всего месяца оставил им такое задание. Ну, тяжелая депрессия, когда человек вообще уже лежит к стенке, не поворачивается, не ест, туалет не ходит, ему все безразлично, помраченное сознание, и вот он для таких людей придумал метод. Они должны были всего выполнять одно задание в день. Три раза найти вот что-то, что положительное произошло в их жизни за этот день, записать три пункта. Ну, допустим, сегодня принесли там стакан воды, или сегодня, наконец, солнце, есть какая-то постель, и вот такие какие-то обычные бытовые хорошие вещи, которые произошли, которые они заметили, они должны были записать. Друзья, они записывали две недели, записывали три недели, четыре, а он все время за ними наблюдал. И вот он пишет, как бы, делая вывод этому исследованию, что эти люди, находясь в тяжелой депрессии, стали, наконец, понемногу выходить из нее, им стало легче, они стали улыбаться. Он сделал исследование, тесты провел, что им намного стало лучше, чем было до этого. Дорогие друзья, а что они сделали? Такой маленький шаг к благодарности один раз в день. Дорогие друзья, нужно культивировать себе настрой благодарности. Это непросто. Но если я обращаю внимание на Иисуса Христа, что Он сделал для меня, мое сердце сразу, как ответом добрым, хочет возблагодарить Его. Ведь Он умер за меня, ведь Он дал спасение, ведь будущее мое с Ним. Дорогие друзья, и это уже побуждает на благодарность. Я, когда готовился, я смотрел молитвы Иисуса Христа на протяжении вот Евангелия. Мне такая мысль понравилась, что когда Иисус Христос молился о чем-то, Он написан, «Возблагодарив, раздал хлеб». «Возблагодарив Отца за то, что Он услышал Его». И в каждой почти молитве такое слово «Возблагодарил», «Поблагодарил». Друзья, а в послании, в одном из посланий апостол Павел говорит, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте, в молитве и прошении с благодарением, да, открывайте свои желания пред Богом». Друзья, молитва с благодарением, пусть это будет так в жизни каждого из нас, чтобы не происходило быть благодарным, быть в молитве благодарным, быть благодарным Богу за все. Друзья, давайте мы сейчас помолимся и возблагодарим Бога за все, что у нас происходит, за все, что у нас есть, за то, что милость Его продлевается, за то, что Он всегда с нами. Пусть вот эти минуты молитвы, они будем думать только о том, что сделал для нас Христос, за что я могу быть благодарным Ему. Пусть в эти минуты молитвы Христос в сердце произведет работу, чтобы оно стало благодарным. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok